Сегодня я вам расскажу про сериал Рики Морти Я думаю многие из вас его уже смотрели И в частности поведаю вам о том Почему этот сериал сейчас является Одним из самых научных И снятых за последнее время Собственно Три, два, один Полетели Значит создатель этого сериала Это Марк Джастин Ройланд Он же озвучивает Рика Он озвучивает Морти И дополнительного персонажа Который появляется в конце второго и в конце третьего сезона Мистера же посранщика Значит что касается Марка Ройланда Он сценарист, продюсер Ему 37 лет И он практикует пьяный стиль перевода И это круто Вот эти вот голоса Морти И голоса Рика получаются очень здорово Значит его друг Продюсер Дэн Харман Он озвучивает лучшего друга Рика Санчеса Главного героя этого сериала Это птичью личность И птичьего Феникса Потом я думаю он тоже будет озвучивать Я должен вас предупредить Что в этой лекции будут спойлеры Поэтому спойлеры Для тех кто не смотрел Извините, простите Для тех кто смотрел Я думаю будет дополнительный фан Ну и рэпера МС Хатца Вот эти два замечательных человека Создали очень хороший сериал Который очень тонко реагирует На изменения, конфликты, споры Которые возникают в современном научном сообществе Поэтому немножко пойдем дальше Значит основные персонажи Потому что их персонажи там тьма тьмущая Кучища просто Это семейка Смитов Которым приезжает Дедушка Морти Он же отец Бэт Смит То есть матерь так сказать семейства И он сумасшедший ученый Я думаю вы На кого он вам похож? Он вам похож на кого-то или нет? На этого чувака Правильно Потому что создатели сериала На самом деле сначала собирались делать фанфик Да Назад в будущее Потом они решили Что все-таки это будет самостоятельный проект И мне не очень нравятся концепции Которые гуляют в интернете Когда этот сериал сравнивают с Симпсонами Что это типа инверсия Симпсонов Что Морти это как бы Сопоставление с Гомером Симпсоном И собственно Рик Санчест Сопоставление с Бартом Симпсоном Мне кажется это очень Такая странная штука Но мне нравится сравнение Что эти два персонажа Как Шерол Холмс и Доктор Валсон И в этом Таком вот как бы Большой, умный, дерзкий И маленький, обывательский Который помогает Ощутить себя Отождествлять с ним И почувствовать себя Чем-то находящимся рядом С кем-то великим Это как раз вот это вот Как бы парадигма Создания сценарий Которая позволяет сделать Мультик популярным Значит Сегодня мы поговорим о том Какие же научные концепции Используются в сериале Рик и Морти И первое Наиболее важное из них Это то, что вселенная Рик и Морти Построена по принципу Мультивселенной Я думаю Все вы знаете Что такое Мультивселенная Мы имеем Множественное число Вероятностей И это порождает Множественное число Вселенных Которые возникают Вокруг То есть Как сказал когда-то Я Вселенная Это всего лишь Набор вероятностей И в ней Вероятно Жил Гейзенберг Почему я использую Эту фразу Потому что Эта фраза Написана на каждом Техническом вузе По всему миру Здесь Возможно Был Гейзенберг Это касается Принципа Неоднозначности Гейзенберга Ну и грубо говоря Сериал активно используют В создании своего мира И теорию струн И хаотическую Теорию инфляции То есть тот факт Что наша вселенная Неумолимо расширяется Портальная пушка Рика Знаменитый инструмент Тринцип работы которого Это пистолет Который открывает Две черные дыры Через которые Можно Быстро пройти Сквозь пространство Многие ученые считают Что вселенная плоская Вот Есть такая штука И оказаться По другую сторону Пространства И времени Значит Эта теория Ну как бы Впервые обсуждалась На таком Кровавом Крутом Мужском Версус батле Без БПМ К сожалению Между Нильсом Бором И Альбертом Эйнштейном Я хочу вам показать Как это могло бы быть Детерминизм Кричит Альберт Эйнштейн То есть Ничто Ниоткуда Ну типа Не возникает И никуда не исчезает Дальше Статичность Говорит Нам Нильс Бор Этот Вы действительно думаете Что я существую Только тогда Когда вы на меня смотрите Раунд И Бор Немножечко расстраивается Вот То есть Вот так мог Происходить Этот баттл А на самом деле Если говорить О телепортации То сейчас Научно доказана Только телепортация Кванта Квантовая телепортация Почему? Потому что Это как бы Передача единицы информации И она построена На теории Квантовой запутанности То что Одна частичка пространства Может Изменения в ней Могут Как бы Отреагент Типа быть Как бы Озеркалится В другой частичке Если эти частички Взаимосвязаны Соответственно Это дает возможность Или даст возможность В будущем Создать Высокочастотный И очень Скоростной канал Передачи информации Вот сейчас Допустим Телепортацию фотона Произвели американцы В 2015 году На расстоянии Более 100 километров И квантовую телепортацию Реализовали в этом году Передав квант Китайцы это сделали На расстоянии Более 1200 километров Можно ли говорить о том Что мы можем передать Человека Нет Пока что И я не знаю Возможно ли это будет В будущем Потому что Есть одна Главная проблема Да Совершенно верно Является ли человек Разобранный На элементарной частице Собранный в другой части Пространства Тем самым человеком И эта проблема Не только научная Но и этическая Следующий Это симуляция реальности То есть Все вы знаете Матрицу Все вы слышали О том Что мы возможно Живем В какой-то реальности Которая смоделирована Специально для нас В истериях Рика и Морти Значит Нальч Ямат Инопланетяне Инопланетные организмы Хотели украсть У него Рецепт приготовления Портальной пушки И поэтому Создали для него Иллюзорную реальность Где все персонажи Которые взаимодействовали С Риком Пытались выпытать У него этот секрет Но он не поддался И в третьем сезоне Истерия Где Злые насекомые Из Альянса Космического Пытают Рика Подселяя ему Как бы ложные воспоминания Ну для того Чтобы выведать У него тоже Секрет портальной пушки В реальности же Гипотеза симуляции Начинается еще С Платона И его утверждение Что реальность Это не что иное Как иллюзия Кроме того Существует После выхода фильма Матрица Братьев Брата-сестры А потом Сестер Вачевский Доказательство Симуляции Ника Бострома В 2001 году Вышла первая монография Где он рассказывает О том Что в общем Есть Такая вот штука Как Матрица И возможно Мы все в ней Вживем Эту идею Поддерживает Илон Маск И на одной из конференций Он сказал Что есть Одна миллиардная Вероятность Что мы не живем В Матрице Есть люди Которые против Это Рикардо Моназотти Известный ученый И Эндрю Смарт Они с Ионом Маском Собственно Баттвят по этому поводу Но То что виртуальная реальность Уже есть И то что в ютубе Есть видео В формате VR Вы все знаете Следующий Это ложные воспоминания Есть серия В Рике и Морти Где паразиты Населили головы Всех наших героев То есть Бетти Смит Саммер Это сестра Морти Рика, Морти, Джерри Глуповатого мужа Собственно Дочери Рика И вот у него Если вы видите Вот этот слайд Написано 6 Это он пытается запомнить Сколько персонажей В комнате настоящие А сколько Вы видите Вот тут они Целая толпа Как бы Поджимленных Ложных воспоминаний Этих страшных паразитов Вот На самом деле Паразитные организмы Которые влияют На наше сознание Существуют В реальности То есть Вы можете Вы слышали О явлении Таксоплазмоз Есть такие бактерии Таксоплазма Спасибо Ая За эту информацию Которые Видоизменяют Проведение Мышей Заставляя их Влюбляться В котов И вместо того То есть У мышей На подсознательном уровне Есть Короче Все выстроено так Что они боятся мышей Избегают запаха Их мочи И убегают А таксоплазма Меняет Им психику Что крысы Мыши Наоборот Бегут в лапы Котам Ну и вот Еще есть Классная штука Я не смогу Это прочитать Правильно Леоклоридиум Парадоксум Это известный Паразит Который Влезает Улитке В глазки И когда Птичка Подлетает Начинает Шевелиться Создавая Эффект Гусеницы Чтобы Птичка Сожрала Улитку И таким образом Этот паразит Оказывается В том носителе В котором Он бы хотел Жить дальше Ну и собственно Я не знаю Насколько это реально Но все мы допустим Меняем свои показания Если нам делать Очень интенсивный Перекрестный допрос И собственно Уилл Смит Может немножечко Повлиять На то что вы Помните о событиях И особенно о прилете Инопланетян Следующий концепт Это коллективное Сознание И это прекрасная Юнити Которая появляется В третьей серии Второго сезона Насколько я помню Значит Это девушка По сюжету сериала Это девушка Рика Санчеса Бывшая Которая является Коллективным разумом То есть Интеллектуальной сущностью Которая поработила Сознание целой планеты И сделала так Чтобы они все Избавились от расовых стереотипов Избавились от чего И зажили мирной жизнью Что касается Реального воплощения Коллективного сознания Коллективному сознанию Подвержены такие насекомые Как муравьи и пчелы Также у нас сейчас Идут современные технологии Развиваются нейросети Есть геосоциальные сети И есть такое понятие Как краудсорсинг Знаете что это такое Грубо говоря Коллективное накопление Чего-либо Самым ярким проектом Краудсорсинговым Является Википедия То есть Википедия по сути Размножается Точно так же И в дальнейшем развитии Возможно она перерастет В первый коллективный разум Потому что Каждый из вас Что-то вкладывает В Википедию Любовь Любовь Ну все вы слышали Что любовь Это не что иное Как изменение Химического состава Внутри нашего организма То есть Сиротонин Окситоцин Допамин Норадреналин И другие вкусности И приятности Меняют ваш эмоциональный фон Заставляя влюбляться В друг друга Эта теория Классно показана В шестой серии Первого сезона Рика и Морти Где Морти просит Своего дедушку Рика Создать Сыворотку любви Чтобы привлечь Внимание Своей одноклассницы Джессики Которую вы собственно Видите на этом Паханном слайде Вот И должен сказать Да Любовь опасная штука Потому что В этой серии Происходит полный апокалипсис Эта сыворотка Действует не так как надо Все Жители планеты То есть Того измерения Которым Изначально Жили Рик и Морти Превращаются в страшных Тварей Кроненбергов Им приходится Перелетать В параллельное измерение Где Рик и Морти Вследствие Эсквелемента Только что умерло Чтобы наши Любимые Рик и Морти С-137 Из измерения С-137 Смогли занять Их место Будьте осторожны С любви С любовью Это очень опасная штука Следующий концепт Это Антропоморфные роботы Есть такая серия Там классная Которая называется Воспитание Газопозорта Значит Рик Санчес Ну знаете Бывает такая ситуация Когда Ребенок что-то клянчит И отказать ему нельзя Ну вот Рик В одном магазинчике Между измерениями Купил Морти Секс-игрушку Куклу А потом Через какое-то время Кукла родила Инопланетного ребеночка И этот инопланетный ребеночек За день По-моему Вырос до трудного подростка И стал совершенно Неуправляемым Вот И потом Они полетели На эту планету И оказалось Что женщины Там полностью Отказались Рожать самостоятельно Они создали специальных роботов И когда Рождается мальчик Он становится дикарем И пятикантропом Когда рождается девочка Она попадает В высокоорганизованное Феминизированное общество Очень интересный концепт Еще с социальной точки зрения В реальной же ситуации Есть ученый робот Виктория Статью о котором Я разместил в конце свайта Сфотографируйте последний слайд Вот Которого я использую Для родов Ну и плюс ученые В этом А в прошлом году Извините Впервые вырастили Живого здорового ягненка В искусственной утробе Мышечная память Мышечная память Они очень много кривотолков Все сразу Кто ходит в качалочку Все эти зожники Типа Одни говорят что да Другие говорят что нет Но журнал Экспериментальная биология Экспериментал биологи В 2016 году Напечатал ряд статей Посвященных тому Что в наших мышцах В мышечных блоках Есть память Которая может Запоминать состояние И если вы Интенсивно занимались И достигли Какого-то определенного Результата Потом перестали заниматься У вас получается Вы можете Таким образом Все равно Вернуть свои результаты Через какое-то время Потому что мышцы Запомнили Максимальное состояние Которого вы Сумели достичь Ну и Что касается Мышечной памяти Мне кажется Что если взять Профессионального Барабанщика В момент Сложного 16 тактового Соло Острой катаной Из дамасской сали Срубить ему голову Мне кажется Что он доиграет На спинном мозгу И на мышечной памяти Вот такая вот штука Так что Не знаю Существует ли Мышечная память И можем мы ее читать И как-то совмещать С той памятью О которой мы все Привыкли говорить Думаю Теория Я думаю С Уверихом Это дело Не сработает Хорошо Анатомический парк Анатомический парк Значит Рик В сериале В третьей серии Первого сезона Создал Полностью Парк Аттракционов Внутри Организма Пьяного бомжа И тут есть цитатка В печени Ведутся технические работы Рубен прошел Через многое Не осуждай Вот Это говорит Рик Собственно Идея От того Что можно Использовать Микроорганизмы Или нано-роботов Для Допустим Ускорения Передачи Медикаментов Кровь И так дальше Говорил еще Ричард Фейнман Известный физик Аж в 1959 году На сегодня В реальности Это роботы Которые Действительно Помогают Как бы Усвоянию Медикаментов В будущем Возможно Это будут роботы Которые будут Отыскивать Раковые клетки И удалять их Каким-то способом Расщеплять их Допустим На глюкозу И так дальше Значит На этом Все концепции И у меня Практически все It's time to get shifty Thanks for coming Я не знаю Короче Спасибо за внимание Всех люблю Последний слайд Я не мог не сделать Это 14-й слайд Это предпоследний Бонус Слайдшоу будет Где-то будет Тут список Рекомендованной литературы И нелегальные ссылки На сериалы И фанфики Которые я рекомендую Вам посмотреть Если вы этим сериалом Заинтересовались Ну и я бы Всем спасибо за внимание Отношение к третьему сезону Отношение к третьему сезону Он немножко более популистский К сожалению То есть Они Стали работать На более широкой аудитории С одной стороны Это хорошо Потому что У сериала Появилась Константная фанбаза И фанбаза Таких Супер-супер Короче Фанатов Таких Абсолютно Отбитых Типов Которые Не особо Интеллектуально богатые Но очень реагирующие На каждую серию И плюс У сериала Была огромная проблема Они хотели Перейти На 14 серий Но получилось так Что они не смогли Купить эфирного времени Или что-то там Произошло На стадии продакшена И они закончили Десятой серии Которая не была Четким акцентированным Финалом С заброшенным крючком Следующий сезон То есть Нам нечего ожидать Десятая серия Закончилась Без какой-то Видимой интриги И за счет этого Это повлияло На отношение людей К сезону Но мне он Показался очень Классным Несмотря на некоторую Повторенность идей Серия Пикл Риг Стоит всего сезона Так что И сезон Субы Ей Тоже Значит Сериал Ты смотрела Назад в будущее Нет Я понял Значит Приходишь домой Смотришь фильм Назад в будущее О чем сериал В общем Очень просто Значит Дедушка Путешествует Со своим внуком То есть По измерениям Внук Не особо умный Он по чуточке Себе умнеет Риг Просто ему Скучно Одному И всякое такое Очень грамотная Составляющая Семейная Социальная Там Поднимается Много тем И такая штука Ну и наука А чему Вин Отборается Терекозуского Внука Алену Внучку Она Инуде Подавала Поблышкой Сведомости На самом деле Саммер Очень хороший Второстепенный Персонаж И он Используется Тогда Когда Это уместно И это здорово Показано В той серии Когда она Спасает Их Когда начинается Постапокалипсис Потому что Это циничный Подросток Со своими Подростковыми Проблемами Но она гораздо старше Взрослее Морти И на Те ситуации Какие-то критические Реагирует Гораздо Более адекватно Ну и она девочка На нее всегда Приятно смотреть Кто такой Злой Морти Очень хороший вопрос Есть теория Что Рик Это Морти Который Как бы Повзрослел Есть теория Что Злой Морти Это тот Морти Который В серии Первого сезона Съеден Этой зеленой Фигней Как заставка Сериала Когда Рик Просто бросил Его в каком-то Измерение Со стрёмными Монстрами Потому что Удирал от опасности И пытался спасти Самого себя Теорий Очень много С точки зрения Персонажа Это Классический Антигерой То есть Такой Четкий Протагонист Который Введен в сериал Для того Чтобы Ну как бы Сейчас Ая будет говорить Вам о супергероях И она вам объяснит Концепцию Для чего Нужно Зло Вот какое-то Такое Всеобъемлюющее Метафизическое Зло Во имя Зла С которым Нужно бороться С супергероями Да Тебе вопрос Сами саджанские Бунцы Саджанский Соус Да Кто не знает Саджанский Соус Запущен В производство Второй раз Этот соус Был Создан Макдональдсом В поддержку Выхода Мультика Диснея Мулан И он Исчез Полностью После того Как промо Закончилось А сейчас Фанаты Рика и Морти Так задолбали Макдональдс Что Макдональдс Вернул Саджанский Соус И скоро Его подделки Как и спиннеры Слушай А вообще Были аналоги Подобно Аналоги Подобно Созданных Персонажей Про науку Но Смешные Которые Судар Футурама Почему Немножко Используют Эти идеи Научные То есть Что еще Гриффины Не знаю Вряд ли Нет Футурама Футурама Да Есть Много Советских Мультиков Снятых По Братьям Стругацким Например Таких Шоу Типа На самом деле Научных Мультиков Отдельно Не сериалов Типа Таких Больших Растиражированные Тут наверное Много Но Что касается Сериала То это Первый И очень Успешная Формула Опять же Персонажи По типу Шерлоп И Доктор Ватсон Когда вы Можете Как бы Человек Зритель Стремитесь Быть Риком Являетесь Морти И на Вот Этой Штуке Короче Да Сериал Успешно Играет То есть Это Очень Удачная Работа Красиво Нарисованная Вы видели Фрагменты Редактор субтитров Корректор А.Егорова